Казахстан переходит на зеленую экономику. Накануне состоялось расширенное заседание с участием председателя Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан Данияра Веренчинова. На конференции обсудили вопросы замены устаревших котлов на ТЭЦ и ГРЭС на более современные. Подробности у нашего корреспондента. Карагандинская область обладает существенными запасами рудного и нерудного сырья и является ведущим индустриальным регионом страны. Так отметили участники на заседании, проведенной в здании Нур-Отан. Основной объем выбросов по области приходится на металлургический комплекс, что составляет 70%. В этом году валовые выбросы снизятся по сравнению с 2008 годом на 31%. Как выяснилось, это связано в основном с природоохранной деятельностью одного предприятия – Балхаш Цветмет корпорации «Казахмыс». К слову, компания в 2008 году ввела в эксплуатацию сернокислотное производство, которое позволило сократить объемы выбросов сернистого ангидрида с 578 тысяч тонн до 254 тысяч. Также, по словам докладчиков, состояние генерирующего оборудование ТЭЦ региона на сегодняшний день неудовлетворительное. ТЭЦ характеризуется высокой степенью физического и морального износа. Основная часть всех ТЭЦ была спроектирована и введена в эксплуатацию в 60-70-е годы. В связи с этим есть планы заменить устаревшие котлы на новые. Также обсудили особо актуальный вопрос на сегодняшний день – качественное состояние водоемов области. По данным Карагандинского центра гидрометеорологии, состояние их на сегодня стабильное, хотя в последние годы наблюдаются некоторые ухудшения. И эту проблему решат. Даниэр Иринчинов отметил, что необходимо решить вопрос о поэтапном выделении денежных средств из бюджета на модернизацию очистных сооружений. Миромгуль Салкимбаева, Уолжас Габасов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова